Дайджест недвижимости В этом году поступит порядка 116 миллионов рублей из федерального бюджета. Еще 122 миллиона будет перечислено в следующем году, уточняет пресс-центр областного правительства. Здание площадью 12 тысяч квадратных метров начали возводить еще в конце 2000-х годов. Его намеревались сдать в 2011 году, но строительство значительно затянулось. Изначально объект планировался как 15-этажное здание на 324 места, 5-этажное здание семейного общежития на 49 человек со встроенными офисными помещениями и 4-этажное административное здание. Дайджест недвижимости Полторы тысячи новоселов примет осенью микрорайон Долгушина. Власти города назвали сроки ввода в эксплуатацию трех зданий, которые строятся на улице Зеленина для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Предполагается, что заселение начнется с 1 сентября. В домах по Зеленина 2, 10 и 11 будет 555 квартир. Жилье сдается в чистовой отделке с установкой сантехники и электроплит. В 2015 году в Долгушина появился детский сад. В перспективе школа на тысячу мест. Ее строительство планируют начать в следующем году по федеральной программе. Глава администрации города Александр Перескоков отметил, что вопрос строительства школы в Долгушина практически решен. Дайджест недвижимости. Квадрат улиц Ульяновская энтузиастов Фрунзе Солнечная застроит многоэтажками. Постановление о предоставлении указанного земельного участка фирме Маяковская размещено на сайте мэрии Кирова. Как говорится в документе, участок предоставляется по договору о развитии застроенной территории, заключенному с компанией еще в 2012 году. Площадь участка почти 6,5 тысяч квадратных метров, разрешен на использование многоэтажная жилая застройка. Одним из условий принятия решения о развитии застроенной территории является наличие на ней ветхих или аварийных домов. Застройщик обязан предоставить их жителям благоустроенное жилье, уточняют бизнес-новости в Кирове. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.